Если вы, ваш ребенок, любите проводить всякие эксперименты, следующая информация для вас. В условиях домашних довольно просто можно вырастить настоящий кристалл. Для этого нужна банка с теплой водой. В нее нужно насыпать немного соли, перемешать ее до полного растворения и проделать эту процедуру несколько раз, пока соль не перестанет растворяться. А затем в полученный солевой раствор нужно поместить один кристаллик крупной соли и оставить на несколько дней. Что-то слишком какой-то долгий процесс. Ты даже рассказывал его очень долго. Мне кажется, для того, чтобы полюбоваться на кристалл, достаточно просто прогуляться по улице Чуканова-Леханова. Кстати, да, этот фонтан в форме кристалла привезли к нам из английского города Ноттингема, известного нам по легенде о Робин Гуде. Ну, пожалуй, это одна из немногих вещей, если не единственная, которая связывает нас с туманным альбионом. Ну, подожди, не забывай, еще есть английский язык, который, в принципе, полезно учить каждому хотя бы в целях саморазвития. Сегодня у нас в студии руководитель клуба иностранных языков и клуба раннего развития Наталья Антонова со своими уроками нескучного английского. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Good morning. Я так понимаю, сегодня мы будем экспериментировать со словами английскими. Совершенно верно, мы будем экспериментировать со словами. Изначально мы узнаем с вами некоторые секреты, благодаря которым сможем значительно увеличить наш словарный запас. Вот. И потренируемся. Давайте попробуем. В русском языке есть окончание ция. Очень много слов на ция. Революция, администрация, аббревиация и так далее. Это окончание ция соответствует английскому окончанию шин. 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 А, тион. Да, да, да. Надо читать по-русски. Шин. Да, да, да. Шин. И, соответственно, любое русское слово можно превратить в английское. Берем основу до ция и ставим шин. Если слово заканчивается на ация, мы ставим эйшин. Эйшин. Да, то есть берем основу до а и говорим эйшин. Давайте немножечко поднимем. Декларация. Декларейшин. Совершенно верно. Администрация. Администраейшин. Декорация. Декорейшин. Реакция. Реакциейшин. Смотрите, реакция, извиняюсь, на конце ция, не ация, а ция. То есть мы ставим реак, реак. Реакшин. 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 Да, да. Эволюция. Тоже будьте внимательны уже. Эволюшин. Отлично, отлично. Революция. Революшин. Эмоция. Ну. Эмоушин. Эмоушин. Эмоушин, правильно. Ну и теперь давайте поэкспериментируем. Я распечатала для себя список слов на ция, и мы сейчас из любого слова сделаем английское. Давайте попробуем. Вулканизация. Вулканизейшин. Глобализация. Глобалейшин. Глобализейшин. Нет, глобалейшин. А, глобализация, вот да ция называем, да, а ция называем. Глобализе. Глобализейшин. Глобализейшин. Композиция. Композиция. Правильно. Либерализация. Либеррейшин. Ация. Да, ация. Либералейтейшин. Да, ация. Либералейтейшин. Зэйшин. Либерализейшин. Либерализейшин. То есть ты можешь зайти домой, спокойно начать говорить по-английски. Телевизиэйшн, халадэйшн, вилкэйшн, тарелкэйшн. Только там не на «ц» заканчивается слово, поэтому здесь это не пойдет. Ну, многие, честно говоря, на самом деле так, особенно дети любят так разговаривать по-английски. Навигация. Навигэйшн. Навигэйшн. А теперь давайте, наоборот, поиграем в переводчиков. Я вам говорю по-английски, а вы уже, как профессионалы, будете переводить на русский. Я прям возгордился собой. Концепшн. Концепция. Мутейшн. Мутация. Мутация. А, хорошо. Наталья, операция. Операция. Операция, молодец. Наталья, организейшн. Организация. Утилизейшн. Утилизация. Утилизация. Легко? Вообще легко. Легко. Элементарно. Отлично. Убедите ли наш словарный запас? Очень. Мы уже практически освоили английский язык с Натальей за один урок. Осталось совсем чуть-чуть просто выучить времена и вперед за границей. Ну что же, далее у нас информейшн о погоде на сегодняшний день. Погодейшн. Смотрим. Продолжение следует... Продолжение следует...